Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. В китайских новостях наткнулся на анонс книги Джана Цзинхуна, название которой можно, пожалуй, перевести как «Способы и варианты быть сырым и приготовленным. Природа пуэра». Причем слова «сырой и приготовленный» в этом названии – это не только указание на Шэн и Ишу, это еще и отсылка к тому вниманию, которое уделял роли сырой и приготовленной пищи в развитии цивилизации Клод Леви Стросс, создатель структурной антропологии. Потому что книга Джана Цзинхуна является по сути книгой по антропологии чая вообще и по антропологии пуэра в частности. Проще говоря, это книга об отношении людей и чая и людей пуэра. Судя по анонсу и опубликованному предисловию, в книге рассмотрены такие вопросы, как естественная роль чая в китайском обществе и его искусственные роли, сформированные в разные исторические периоды китайской элитой. Автор также проанализировал развитие образа чая в китайской культуре, генезис символизма чая и его, скажем так, имиджа. Много внимания уделено последним годам развития китайской чайной культуры, которые характеризуются взрывным ростом потребления в западном стиле. Ну и, конечно, в книге разложен по полочкам пуэр, как культурный, технологический и рыночный феномен, как элемент здорового образа жизни и как инструмент персональной вовлеченности в такие масштабные категории, как история и культура. Многообещающий анонс. Надеюсь, книгу переведут на русский или английский. Я вообще очень люблю разные демократичные чайные форматы, начиная от придорожных забегаловок, разливающих кипяток по пластиковым стаканчикам с пакетиками и заканчивая более или менее цивильными заведениями, работающими в парадигме чая должно быть много и он должен быть недорогим. Я уже как-то говорил об этом, но повторюсь. В моем представлении идеальное чайное – это заведение, подающее разную выпечку пирожкового типа, которую можно есть руками, и предоставляющее неограниченный доступ к чаю за фиксированную сумму или вообще бесплатно при заказе этой самой выпечки. Так вот. В Японии есть несколько проектов как раз такого плана, разве что вместо пирожков там подаются эклектичные закуски в японско-английском стиле. Что в общем и понятно, с учетом локации и того факта, что в этих заведениях подается цейлонский чай Млесно. Хорошо знакомый и в России, правда, больше в своих сувенирных вариантах. Одна из таких чайных работает в Осаке. Называется она немудреном Лесно Ти Осака. Мне на глаза попалось долгое, занудное и подробное видео, в котором показана значительная часть работы заведения. Если проекты типа «Бесконечный чай» вам в принципе интересные, то рекомендую видео посмотреть на двойной скорости. Там на самом деле все просто. В заведении с лаконичным интерьером можно заказать или просто чай за 1650 йен, или чай в составе какого-либо комплекса. Например, с горячим кексом и мороженым за 2970 йен, или с осконами на английской этажерке за 2750 йен. Перевод йен в рубли или доллары нормально оценить цены не поможет, но можно ориентироваться на глобальные бренды. Так, например, кружка с утопленным в ней чайным пакетиком в японском Старбаксе стоит примерно 500 йен. Это в три раза дешевле, чем чай в Осокской Млесне. Но в Старбаксе тебе чай дадут один раз пакетированный в кружке и выбор чая там небольшой. А в Млесне после однократной оплаты чай становится бесконечным, он там листовой, подается в чашках и на выбор там 130 разных чаев. Ну то есть цена выглядит адекватной. При заказе чая с кексами и лисконами чай тоже подливают без конца, а вот кексы и лисконы без конца, увы, не подкладывают. Ну и не очень понятно, бесконечный чай может быть только одним или в процессе бесконечного чаепития чай можно менять. Я в этом сомневаюсь, но если вдруг есть и такая опция, то это вообще бомба. Любопытный проект, короче. И да, Млесна это Ансельм задом наперед. А Ансельм это имя основателя компании. Я специально за ланхийским чайным бизнес-неймингом не слежу, но они там явно не прочь поиграться с именами собственными. Название хорошо многим известной компании Дилма, например, составлено из фрагментов имен сыновей ее основателя Дилана и Малека. Млесна оборотень Ансельма. Может и еще что-то есть? И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!